Продуктивность идей мэра города Руслана Ивановича Токаря достигла своего апогея. С 1.04.2012 года вступит в силу решение сессии городского совета, согласно которому штат, расположившийся в здании исполкома, уплотнится на третьем этаже строения, а остальная часть которого будет сдана в аренду. Я получил консультацию у секретаря Минской Рады, подошел юрист, показал, понял, по случайности, по законобирности, как это было здесь. Скажем, непопулярное решение, потому что многие удивились, что я подобное сделал. Поэтому от двоякости она осталась. Ну, в принципе, я как бы свои полномочия исключительно мэрские выработал. Журналистам еженедельника город Никополь удалось более детально ознакомиться с планированием организации и схемой реализации данного решения, которое послужит еще одним нетрадиционным методом наполнения бюджета города. В изученной нами документации говорится о том, что уже сегодня с отдельными предпринимателями за довольно круглую сумму заключены договора на аренду помещений левого крыла первого этажа горесполкома. Некоторые из бизнесменов уже ведут ремонтные работы и делают необходимую перепланировку кабинетов. На правом крыле расположатся гостиничные номера класса люкс. Аргументом для этого послужило оседание прибыли от посещения нашего города великими звездами эстрады в карманах владельцев частных отелей, с чем градоначальник мириться не намерен. По этой же причине столовая, доселе благополучно кормившая власть имувщик, перепрофилируется в элитный ресторан. Посетить его можно будет по персональному приглашению мэра или при наличии так называемой клубной карты. Наполнение второго этажа здания органа власти будет носить социальный характер. По одну сторону от лестницы отдел по борьбе с наркотиками, которую возглавит товарищ Нагайцев, по другую – борцы с незаконными пунктами приема металлолома. Контроль деятельности данных подразделений, призванных бороться с двумя неискореняемыми проблемами нашего населенного пункта, будет производить депутат городского совета от партии регионов Вадим Колесник. Следует отметить, что в своем сообщении к общественности Руслан Иванович сохраняет интригу по отношению к использованию подвального помещения здания исполкома и обещает сюрприз никопольчанам в день его открытия 1.04.2012 года.